Настоящая битва за ребенка развернулась в селе Каширина. Мать утверждает, что ее не пускают к собственному малышу вот уже целый год. Бабушка настаивает на том, что она и не делала попыток. На два вечных вопроса, кто виноват и что делать, попробуем найти ответ. Началось все полтора года назад, когда 20-летняя Елена Олентьева, будучи сиротой, получила жилплощадь в Катайске, куда вынуждена была переехать из Кургана. Сыну Тимофею на тот момент было всего полтора года. Было понятно, что переезд связан с определенным рядом сложностей, и помощь тогда предложила бывшая свекровь Вера Олентьева. Пусть ребенок поживет у нее, пока Лена устраивается в Катайске и ищет новую работу. Тем более ее сын Артем Олентьев, с которым девушка развелась, очень привязан к мальчику. Лена охотно согласилась на предложение и первые четыре месяца о своем решении не жалела. Регулярно навещала Тимофея, принимала участие в его воспитании. Но, как это часто бывает, в один момент все изменилось. Вход в дом Олентьевых к Коширинам был закрыт. Когда Елена приезжала навестить сына, ей либо не открывали дверь, либо под различными предлогами ребенок увозился из дома. Я приезжала, но поначалу было все нормально, я могла с ней видеться. А потом уже, то есть я звонила, они не давали ни поговорить с ним по телефону, ни так увидеться. То, то они куда-то уехали, то еще что-то. То есть вот такое. То есть уже я никак не могла точно как бы узнать. Я тогда помню, на день рождения, у меня день рождения было, я бывшему же звоню, я говорю, можно я возьму, то что на день рождения. Он говорит, зачем, я говорю, ну я свой день рождения хочу с ребенком провести. А он говорит, что нет. То есть вроде он сказал, что либо ребенок болеет, то ли мама против, то есть уже прямо говорю. В детском саду, куда пошел Тимофей, где работает экс-свекровь Вера Васильевна, Лене также отказывали. К ребенку не пускали и забрать его с собой не позволяли. Даже тогда, когда отец ребенка Артем находился на заработках на Севере. Мы приехали, получается, с сестрой в детский садик, вот, чтобы забрать ребенка. Вот, и потом, как узнали, она работает в детском садике, имея судимость. Вот, я ей, получается, а, начались у нас не разногласия, я ей говорила, то, что забрать ребенка она не отдавала. Тогда я решила вызвать участкового. Пока он не приезжал, само собой мы с ней разговаривали. Она за это время вызвала свою свекровь, бабу Аню, и своего младшего сына Андрея. Лена, будучи законной матерью малыша, не лишенная и не ограниченная в своих правах, могла спокойно забрать сына, учитывая тот факт, что ее отец тогда не находился даже на территории области. Но участковый занял позицию бабушки и ребенка не отдал. Тогда Лена и ее сестра решились на отчаянный поступок. Девушка вызвала такси и решила без спроса увезти свое чадо с собой. Подбегает, вот моя сестра стоит с малышом на руках. С одной стороны подбегает свекровь, с другой стороны ее свекровь. То есть они с двух сторон, они давай тянуть ребенка в разные стороны. Я подбегаю, руки их выбираю, чтобы они ребенка-то не дергали, он уже плачет. То есть им вообще все равно было, что с ребенком. Вообще больно, не больно они ему делают, им вообще все равно было. И сзади подбегает младший сын Андрей, он меня отпихивает назад, чтобы я им не мешала. Возникла потасовка, в результате которой младший сын бывшей свекрови ребенка увез. Местный участковый при этом присутствовал, но никаких мер не предпринял. Стоит учесть, что ситуация развернулась на территории детского сада. И никто из персонала также не вмешался. Ну, самое мне то, что было обидно, когда я поначалу приехала, он ко мне подошел, назвал меня по имени. Он меня по имени ни разу не называл. Он сначала говорит, Лена. Они вот так вот относятся, как будто я ничего не хочу, как будто мне ребенок не нужен. Хотя они ни разу не участвовали в его жизни, когда он был маленький. Они не интересовались, они не видели, когда он пошел. Они даже не знают ничего толком о нем. Не получив поддержки от правоохранительных органов и не найдя согласия с бывшими родственниками, Лена обратилась в отдел опеки Китовского района с заявлением о невозможности общения с ребенком. Органы опеки, представители полиции в составе комиссии выехали по месту жительства ребенка, но ни его, ни бабушки не обнаружили. Несмотря на то, что женщина заранее была уведомлена о предстоящем визите. Факт подтвердился, изложенный в заявлении. Маму ограничивают в общении с ребенком. Права ребенка в данном случае нарушены. Он имеет право на общение с тем родителем, с другим родителем. На сегодня все, что изложено было в заявлении, все подтвердилось. Бывшие муж и свекровь обратились в суд с заявлением о лишении Елены родительских прав. Девушка, в свою очередь, планирует обратиться со встречным иском об определении места проживания ребенка. В настоящее время органы опеки проводят проверку для вынесения своего заключения. Из того, что есть, он не проживает по факту с ребенком, он находится в длительных командировках служебных, он работает на севере. То есть, это время с ребенком он не занимается, не общается, не проживает с ним фактически. Ну, тоже не в его пользу. Елена Олентева решила сделать еще одну попытку увидеть своего сына и отправилась в детский сад. Работники, увидев нашу съемочную группу, противиться встрече матери и сына не стали. Заяча, ты маму любишь? Да. Какой мальчик, какой красивый ты мой. Встреча, которую Елена с замиранием сердца ждала на протяжении целого года, наконец состоялась. При этом она имела полное право забрать малыша с собой, заранее предупредив отца. Бывшие родственники ссылаются на то, что ребенок не знает маму, но как мы смогли убедиться, это не так. Меня все переполняет, конечно же. Я очень вообще хочу, если бы сегодня можно было бы забрать его, это самый, наверное, идеальный вариант был для меня. Он всегда ко мне идет. Ну, как он ко мне не пойдет, если все время, все моменты я переживала вместе с ним. Как он ко мне не пойдет? И казалось бы, вот он, долгожданный момент воссоединения матери и ребенка. Но тут же нагрянули и бабушка, и отец, и представители сельсовета. Отец категорически отказался отдавать ребенка, не объясняя причин, стал звонить своему адвокату. Представитель сельского совета ссылалась на то, что для ребенка переезд сегодня – большой стресс. Семья была, как сказать, полноценной, ребенок родился, они оба ухаживали за ним. Проблем, вот чтобы, сами понимаете, что мы живем в селе, и все знают друг друга, можно сказать, и подноготную, и все, что у кого что-то творится. Пусть даже что-то не так. В сентябре они вот это вот, она сказала, давайте определяйтесь, да, там я точно знаю, что ребенка они не дали, и видится все. Заканчивается этим у них вся история. Лена опять не появляется в определенное время. Что самое странное в этой истории, так это тот факт, что ни Вера Васильевна, ни ее сын не являются родными Тимофею. Артем женился на Лене, когда та была беременна от другого мужчины. Он признал ребенка своим. Позже Лена в суде пыталась оспорить отцовство, даже заказала тест на ДНК. Но адвокат, которого наняла девушка, ее о судебных заседаниях не уведомлял, да и сам не являлся в суд. Дело закрыли. И когда вот эта вот вся заварушка как бы началась, я пригласила Веру Васильевну. Я говорю, Вера, ну вот Артем ведь не родной, потому что все равно мы должны были тоже знать их, ну как сказать, глубокое отношение или как. Ну вот просто, я и начала вот чисто по-человечески, я говорю, Вер, вот ребенок не ваш, отдайте, он вам не родной. Вот ты понимаешь, Артем молодой, ему надо строить свою жизнь, у него пойдут свои дети, он там, ну как сказать, свое. Я говорю, и ты, ты вот потом вот у тебя будут свои родные внуки. Она в сельском совете она сидела, она заревела. Вера Олентева считает Тимофея родным внуком и отдавать его не собирается. Делала попытку оформить полную опеку над ребенком с этой целью и обратилась в суд с иском о лишении Елены родительских прав. Замешана ли тут финансовая сторона вопроса или же женщина действительно действует в интересах ребенка, решит высшая инстанция. Но пока все село в один голос утверждает, что Лена не делала попыток вернуть ребенка себе. Если ей нужен был бы ребенок, я ей сразу же говорю, я говорю, он был бы нужен ребенок, она бы пошла бы сразу же, не дожидаясь вот этого. В настоящее время ребенок проживает в благополучных условиях. У него есть все для игры, развития и нормального существования. Вечером приходит, мультики смотрит по DVD. Тут диваны расправляются, здесь папа спит, здесь он спит рядышком возле него. Здесь тоже его на все игрушки занимаются. То есть, по сути, он у нас папа есть? Да, да. Здесь он у нас рисует этими карандашами, раскраски, вот и у него тоже все эти рисунки мы дома рисуем. Я рисую, он разукрашивает, ну тут разукрашки. Здесь книжки мы читаем с ним. С кем ребенок засыпает? С папой. Здесь у нас их полотенце, здесь папина, это Тимошина вся одежда, здесь тоже их вся одежда. А в отсутствие папы? В отсутствие папы я с ним, я здесь сплю, он тут. Мы не против, никогда не были. Всегда ей говорили, приезжай. Она мне звонит, я ей говорю, что приезжай. Она приезжала только в 14-м году, в сентябре, на день рождения. А попытки? Тоже не делала? Попыток увидеться? Попытка была в августе месяце, она его, после решения суда, когда она не находилась на судах, значит, она не приехала на суд на последний. И вывели по тем документам, которые были предоставлены в суд, что отца оставить без изменения. Видеться она, может видеться с ним, но отдавать пока суд не решит. На днях состоится суд, где и будет решена дальнейшая судьба маленького Тимофея. До этого времени он останется с бабушкой и отцом. Последние заверили нас, что не будут препятствовать свиданиям матери и ребенка. Светлана Епифанова, Ульяна Чепала, Александр Киселев, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру.